Здравствуйте! Сегодня в гостях в .NET певица Арина Домски. Сегодня Арина ответит на все ваши вопросы. И первый вопрос от Юлии. Арина, почему вы более популярна за рубежом, чем на родине? Добрый день всем, кто нас смотрит. Спасибо за ваши вопросы. Стиль, которым я работаю, музыкальный стиль, классический кроссовер, более популярен за рубежом, потому что украинские служители практически не знаком с такой музыкой. У нас слушатели либо растет на поп-музыке, либо на чисто классической музыке. Классический кроссовер это соединение двух жанров. Это классическая музыка в соединении с современными стилями музыкальными. Поэтому этот стиль очень распространен в Великобритании, в Америке, в Азии, в Европе. И мне очень приятно, что среди моих поклонников очень много зарубежных моих поклонников. И мне очень хочется познакомить украинского слушателя с новым течением, с новым музыкальным стилем. И мне очень хочется, чтобы в нашей стране развивалось как можно больше музыкальных стилей, и наш слушатель был знаком с такой музыкой. Спасибо. Тая задает вопрос. Если бы у вас была машина времени, в какую эпоху вы бы отправились, и с кем из великих хотели бы пообщаться? Ну, мне очень близка эпоха Ренессанс. Мне бы очень интересно было познакомиться с Леонардо да Винчи, с Андро Боттичелли, с династией Медичи, с представителями династии Медичи. Я неоднократно бывала в Италии. Это одна из моих самых любимых стран. И иногда мне кажется, что именно бывая в Италии, я переношусь в какую-то другую эпоху. Я очень люблю Флоренцию. И мне кажется, что вот, наверное, с Андро Боттичелли я бы задала какие-то вопросы. Ну, не знаю, вот почему он выбирал у меня таких музык, как он писал свои картины. Я вот в апреле этого года была, в прошлого года уже была в галерее Уфица и видела картину своими глазами. Одна из любимых моих картин – это «Весна» Сандро Боттичелли и «Рождение Венеры». Вот мне бы очень хотелось пообщаться на тему написания этих картин с ними. Спасибо. Тая задает вопрос. Добрый день, Арина. Узнала о вас, как о певице, наверное, лет шесть назад, если не больше. Сейчас вижу вас совершенно в ином жанре музыки. Расскажите, что послужило переменной в творческой жизни? Я закончила музыкальное училище Мегельера по классу академического вокала, позже консерваторию по этой же специальности. И, в принципе, всю свою сознательную жизнь, с восьми лет я занималась академической музыкой. В моей жизни был период поп-музыки. Так получилось, что в какой-то период жизни я попала на проект «Фабрика звезд» и два года я проработала в жанре поп-музыки. Но поскольку это не мое, мне было не совсем интересно, наверное, это как бы, ну не знаю, я понимала, что я ограничена какими-то рамками. А классическая музыка дала мне возможность проявить себя, дала мне возможность гастролировать за пределами нашей страны. И могу сказать, что дала мне возможность чувствовать себя гармонично. Алина задает вопрос. Здравствуйте. Скажите, вы в дальнейшем планируете ездить с сольными концертами по городам Украины? Заранее спасибо за ответ. Я очень мало гастролирую в Украине, наверное, к сожалению. Но пока мы не планируем концерты здесь. В этом году у нас запланируем концерты в Турции, концерты в Азии. Мы уже начали год. Мне очень приятно, что этот год мы начали с гастролей в Китае. Я выступала в Китае на китайский Новый год. Я буквально на днях вернулась из Китая. И, конечно, большинство моих гастролей запланировано именно за рубежом. Так. Анна, Кристина, Мария задает вопрос. Какая интересная девушка. Алина, во сколько лет вы начали свою карьеру? Музыка начала заниматься в 8 лет. И, наверное, все-таки я считаю, что это старт моей карьеры, потому что именно я остановилась на музыке. До музыки я занималась и спортом, и бальными танцами, рисованием. Но вот именно в 8 лет в моей жизни появилась музыка. И с 8 лет я занимаюсь музыкой. Юля задает вопрос. Арина, добрый день. Прежде всего, разрешите поздравить вас с первым сольным концертом на Украине и пожелать удачи. Спасибо большое. Для любого исполнителя это большое событие в его творческой жизни. И вопрос. Какие сюрпризы в сольнике ожидают зрителей? Чем будете удивлять? Спасибо. В первую очередь музыкальным материалом. Потому что я считаю, что самое интересное, что я могу сегодня предложить зрителю, это музыкальный материал. Конечно же, у нас будет интересная видеоинсталляция, у нас будет интересный реквизит, у нас будут интересные хореографические постановки. Но музыка это то, что дало мне возможность гастролировать за пределами Украины, завоевать европейского и азиатского слушателя. Дало мне возможность ротироваться на британском музыкальном канале SiMusicTV. И мне очень приятно, что именно все мои видео, которые есть на сегодняшний день, классического кроссовера, именно в этом жанре, ротируются на британском канале SiMusicTV. Поэтому я считаю, что самое ценное, что сегодня есть в моей творческой карьере, это мой музыкальный материал. Так, Татьяна задает вопрос. Арина, скажите, пожалуйста, на что вы потратите свой первый заработанный миллион? Ну, я могу сказать, что, может, я уже его потратила. Все заработанные деньги я вкладываю в свое творчество, потому что планка всегда растет, и хочется привлекать самых лучших музыкантов для того, чтобы создавать красивую музыку. Хочется снимать еще более красивое видео. Все это требует, конечно же, затрат. Поэтому все свои деньги я трачу именно на это. Так, Татьяна спрашивает, что служит для вас источником вдохновения? Откуда черпается силы для творчества? Италия. Я могу сказать, что я никогда не перестаю удивляться красоте этой страны. Я очень люблю эту страну, и при каждой возможности бывать там, я еду в Италию. Я очень люблю Венецию, я очень люблю Флоренцию, именно север Италии. Я хожу в музей, я гуляю по улицам Италии, я люблю еду, я позволяю себе там все. Поэтому вот, наверное, это мое самое главное вдохновение. Так, Кристина Бондаренко спрашивает. Здравствуйте, как вы восстанавливаете голос, если внезапно заболели, а выступать нужно? Ну, если уже там и большие проблемы, конечно же, мне помогает врач-фомиатор. Стараюсь молчать. Все зависит от того, какая простуда, что послужило вот каким-то проблемам с голосом. Но самое лучшее для вокалиста, для любого вокалиста, это молчание. Чем больше ты молчишь, тем быстрее восстанавливается твой голос. Спасибо. Олег спрашивает. Расскажите о недавней творческой поездке в Китай, если можно. Я гастролировала в Азию не первый раз. Это была моя, по-моему, пятая же поездка. И мне очень нравится, что с каждой поездкой масштабы мероприятий, на которых я выступаю, все больше. Это стадионы, это огромное количество людей. В этом году, по-моему, 30 тысяч человек было на моем выступлении. Это всегда интересные постановки режиссерские. И мне очень приятно, что китайская команда, она придумывает очень сложные задачи, но всегда воплотимые. Я летаю на качелях, у меня там поднимается, опускается сцена. То есть все, что угодно, вот все там воплощает. Поэтому для меня гастроли в Китае всегда интересны, всегда огромное удовольствие. Ну и, конечно же, я не сразу, конечно, полюбила и поняла их культуру, но сейчас я понимаю, что мне это настолько стало близко, что это уже как бы мои родные люди, можно сказать. Я настолько люблю эту публику, мне близка их культура, мне близка уже даже их философия. Я могу сказать, что вот я мечтаю о Туре по Китаю, я думаю, что в этом году мы его сделаем. Спасибо. Лариса спрашивает. Арина, восхищаюсь каждым вашим номером. А кто автор таких незабываемых костюмов? Все костюмы разрабатываю я, потом приношу все свои идеи мастеру, которая воплощает это все. Это не один человек, над костюмами работает несколько человек. Есть отдельные люди, которые работают над головными уборами. Ну, это, могу сказать, что большая команда людей, но изначальная идея исходит от меня, потому что я опираюсь на музыкальный материал, который мне подсказывает, какие должны быть костюмы, может быть, какие-то детали из какой-то эпохи. Потому что это все-таки моя музыка, это смешание стиля, это классическая музыка, соединение с современным звучанием. Поэтому вот то же самое мы пытаемся делать в костюмах, соединять современные и какие-то классические элементы костюма. Спасибо. А Лупин задает вопрос. Если человек является синдезой, конечностью и бесконечностью, эфемиерного и вечного свободы и необходимостью, где же вы ищете счастье? Уже какого философа. Я ощущаю счастье в каждом дне, потому что, просыпаясь утром, нужно радоваться, что этот день настал, это живое, и наслаждаться каждым днём. Спасибо. Даша задает вопрос. С кем из мировых звезд вы бы хотели спеть дуэтом? С кем из украинских или зарубежных звезд вы дружите? Дуэтом, ну, мне бы очень интересно было бы спеть Сандро Бачели, потому что мне очень нравится тембр этого исполнителя, очень красивый голос, и мне близка его музыка. Он работает, конечно, больше в классическом жанре, но у него есть также треки в жанре классика, кроссовер, поэтому для меня это близко и по стилю, и для меня это вообще близко по духу. Мне нравится такое. А что же касается украинцев исполнителей, я ни с кем не дружу. Конечно, у меня есть очень много, шучу, у меня есть очень много друзей и музыкантов, но это не то, чтобы какие-то публичные люди, я считаю, что есть очень много людей, которые замечательные музыканты, которые работают по всему миру, но в Украине их, может быть, не знают, поэтому вот они для меня звезды. Для кого-то, может, они не звезды, но для меня они звезды. Спасибо.